Девушки отдыхают Туристических путевок, билетов Составила рейтинг регионов Которые не очень были востребованы У туристов в прошлом 2023 году Список прямо из 14 субъектов Представлен и Кировская область Вошла А кто там еще есть, чтобы понимать Например, Архангельская, Томская области Мурманская области, Якутия Хакасия, то есть достаточно разброс Такой по стране Мне казалось, Мурманская область Последнее время набирает обороты Ну, после Левиафана Все как-то повалили Об этом тоже слышу, читаю Виды, не сказал бы, что там прекрасные Но они своеобразные, уникальные, конечно Виды В общем, тему туристическую мы хотим Поднять ближе к концу этого часа Поговорить конкретно мы хотим С Русланом Мамедовым, это руководитель Центра развития туризма Кировской области В общем, какие планы на предстоящий Юбилейный, напоминаем, год Для Кирова Как, что мы будем предпринимать Для того, чтобы интерес наших соотечественников Увеличить к Кирову К Кировской области Планов мы знаем предварительно Там достаточно много Подробности, в общем, узнаем чуть позже Ну, а прямо сейчас мы приветствуем В нашей студии нашу коллегу Анастасию Белова Главный редактор газеты «Бизнес-новости» В Кирове 16+, И портала bnkirov.ru Тоже 16+, Анастасия, приветствуем Добрый день С наступившим Новым годом тебя, твоих коллег Ну, спасибо, и вас всех тоже Началась ли новая жизнь для тебя? Она всегда новая, каждый день новая Каждый понедельник, да Мы не привязаны к каким-то календарным вещам Ну, теме туризма тоже очень много внимания, конечно же БН Киров уделяет Я думаю, тоже вам интересно будет узнать Потом и послушать, да Очевидную публикацию Завтрашний номер готовим про глэмпинги, кемпинги Вот, здорово Проанонсировали Там себе бизнес просить Ну, и год для тебя и твоих коллег Начинается с очень важного и ответственного мероприятия Это составление очередного, ежегодного, подчеркиваем, рейтинга влияния Люди и бренда он называется И в этом году, соответственно, уже по итогам 2023 года Все это будет подводиться Если не ошибаюсь, ты принесла с собой Да, прошлогодний Итоги рейтинга 2022 года Год назад примерно мы тоже в нашей студии сидели, обсуждали все эти вещи Давай напоминать, что это вообще такое Что это за рейтинг такой, чтобы еще раз вести всех нас в курс дела Почему это важно, почему это нужно И в чем уникальность вашей работы заключается Что это? Ну, у нас вообще работа началась не с начала этого года А с конца прошлого года Когда были разосланы анкеты первому туру Пулу экспертов Рейтинг, рейтинг влияния Мы подчеркиваем сразу, что он независимый Это можно отдельно поговорить Рейтинг влияния Мы для чего его делаем этот проект Чтобы поддержать, показать еще самых активных, инициативных предпринимателей, чиновников Показать общественные проекты Представителей малого и среднего бизнеса Это все ты уже про номинации, по большому счету, говоришь, да? Которые будут присутствовать Так Возвращаемся Мы уже как-то заинтересовались Крутим, вертим Это газета Мандер-газета Бизнес-новости Я сейчас с интересом всегда это дело просматриваю Экспертный рейтинг и народный рейтинг В чем тут разница У меня даже как-то тут спрашивали про этот народный рейтинг А что вроде А там что, всем можно проголосовать? Поподробнее пропишем Еще в чем отличие экспертного, народного голосования У нас еще экспертных два Вот, давайте по порядку Это разные этапы, да? Да, это разные этапы Какой этап уже пройден? У нас сейчас заканчивается Первый этап экспертного Голосуют эксперты Это руководители бизнес-объединения Руководители отраслевых объединений предпринимателей Общественники Политики Чиновники высшего эшелона власти Они, напомним, произвольно предлагают? Они произвольно по номинациям Вписывают фамилии Понятно, что То есть это не один какой-то конкретный человек Один предприниматель Это человек, который отвечает за целый круг За политику целого направления, предположим Хорики, общепита Там бизнес-объединения Понятно, что все руководители бизнес-объединений А вот смотри, а как вы выбираете, кто будет экспертом Кто будет принимать участие в этом голосовании Получается, у вас есть еще какой-то некий свой внутренний рейтинг Основываясь на который вы рассылаете эти анкеты Эксперты, кто это? Эксперты, вот я сказала, что именно руководители Руководители крупных Всем стараемся Всем стараемся Всем стараемся отправлять Дальше, предположим Кого-то просим Вписать фамилии по отдельным номинациям Ну, возьмем, для примера Руководитель СРО Он, ну, не знает заведения в Хорике Самое регулируемое Это у нас строители Да, но строители, проектная есть Они тоже отвечают Эти консолидируют в себе Достаточно много членов В том и в другом СРО Поэтому они могут представить Номинации, фамилии Из числа строителей Благодарительные организации даже здесь обращались Поскольку они контактируют очень много с предпринимателями Кто-то другие не назовет те или иные фамилии Спрашиваем, кто вам помогает То есть вот эти вот фамилии тоже в какую-то из номинаций Как правило, это малый и средний бизнес Хотя многие крупных предпринимателей называют Тоже вписывают Это уже даже вне рамок анкет Анкет у нас сегодня посчитали 59 Это полностью заполнено практически по всем номинациям То есть 59 экспертов, да, поучаствовали уже? 59 экспертов поучаствовали Это анкет пришедших Еще отдельно, допустим, нам очень хотелось Поддержать активных инициативных глав районов Не обязательно даже районов, глав городов Даже сельских поселений Поэтому мы обращались к людям Которые напрямую контактируют с ними То есть вам хочется узнать с разных сторон, да? С разных сторон, абсолютно с разных Результаты деятельности конкретных организаций в определенной местности Да, и советуются кругом И нам отправляют какой-то перечень фамилий То есть делаю вывод, список экспертов Он год от года растет? Расширяется Растет, да? Ну, расширяется, да Тех, кого вы просите Да, да, потому что А есть те, кто сами выходят с инициативой И говорят, вот я хочу в роли эксперта побыть? Ну, сегодня пришло одно из сообщений в наше сообщество ВКонтакте Как мне принять участие в рейтинге? Мы уточнили, то есть хотят выступить в роли эксперта Объяснили, что вы... Я знаю этого человека, это индивидуальный предприниматель Я знаю, что с кем сотрудничает этот человек Тот номинант, кого, скорее всего, этот человек хотел номинировать Тот номинант у нас и так уже есть в списке Его назвали другие люди Он не может выступить экспертом, поскольку все-таки это очень... Ну, сам за себя Да, это общение, это взаимодействие с экспертами Оно в каком формате у вас осуществляется? Это переписка, звонки? Вы поторапливаете экспертов? Давайте там поответственнее укладываетесь в сроки? Есть такие моменты? Как раз в этом году мы, многие мне напоминали Анкет вот... Достаточно ответственно В морозы все сидели и заполняли анкеты дома В последнюю неделю декабря я отправляла В понедельник, вторник, рассылала анкеты Я отправила где-то 230 анкет Поэтому мы, если попросить, поторопить кого-то Мы знаем, что нам бы прислали ответы Ну, можно спрогнозировать, что фамилии будут, допустим, в разряде чиновник От этих людей одни и те же Зачем? Зачем тратить время? Выборка, она уже такая прогнозируемая, да, получается, достаточно? Да, и мы уже, допустим, кто? Малый и средний бизнес может назвать новую фамилию Уже обращались к ним Они нам вписывали вот по отдельным номинациям То есть мы уже более узко пошли по узким направлениям Вот тех людей мы дополнительно просим и поторопливаем Банальный вопрос, могут ли сами себя эксперты? Могут, но, как правило, могут Но, как правило, не выдвигают Мы, кстати, вернулись в этом году к тому, чтобы руководителям крупных промышленных предприятий Тоже направить анкеты Мы в прошлом году от этого отходили И никто из них... Ну, потому что решили бизнес – это бизнес Эксперты – это эксперты Никто... Я не помню, чтобы кто-то из руководителей Вписывал свою фамилию в анкету Они взаимодействуют со своими коллегами Они знают отрасль И поэтому вписывают другие Вот чисто с этой целью мы направляли им Надо же, как получается, да? Но от руководителей, если честно, пришло ответов немного Мы их не оторопили так же время, чтобы не тратить их А я бы себя вписала Так, следующий этап, следующий пласт работы Ну, сейчас мы анализируем, уточняем все данные анкеты К нам все фамилии, которые к нам пришли Собираем, ну, уже в лонглист Уточняем данные Очень много новых фамилий, поэтому... Это в этом году? Очень много для нас неизвестных, да Особенно в малом и среднем бизнесе Но это было прогнозировано, потому что в прошлом году такая же была ситуация Ну, просто новая фамилия, мы выясняем, что это за предприниматели Больше ста фамилий у нас новых В номинации «Малый и средний бизнес» по мужчинам и по женщинам пришло А уже начали выяснять, кто это такие? Можно выделить сферы? Уже, может быть, что вот в этой сфере столько-то там новых фамилий появилось Ну так, навскидку, мы не просим каких-то сейчас точных данных, да Но, может быть, вот что-то уже яркие Там туристы, может быть, подтянулись, ну, сфера туризма или, не знаю, что-то еще Мне как раз помощница Лиза Захарова сделала небольшую статистику Вот именно поэтому она сама предложила Давай, говорит, посмотрим, кто в новичках Вот у нас, кстати, в мужской номинации пришло больше фамилий, чем в женской В прошлом году, по-моему, было примерно 50 на 50 Как, напомним, название номинации это будет звучать непосредственно? Так, лидеры малого и среднего бизнеса Мужчины и женщины будут разделены? Да, мы разделили, принципиально разделили крупный бизнес и малый и средний бизнес Потому что раньше у нас тоже было, задавали правильные вопросы Почему у вас среди бизнесмен года есть и малый бизнес А в то же время малый бизнес не мог стать лидером Среди крупных игроков, да? Да, поэтому мы вот так поделили и считаем, что это правильно Еще какие тенденции? Вы отметили в этом году мужчин очень много, да? Прецедентов названия? Да, в мужчинах много Вот 12% новичков Новичков, имея в виду фамилии, которые не было в предыдущем году То есть это мы не уверяем в том, что это новый бизнес, да? Может быть, он существует уже долгое время Просто вот узнали мы о нем только сейчас Мы, естественно, перепроверяем все данные Смотрим по базам Смотрим по... Ну, существует ли вообще такое предприятие, да? Сколько существует, не ушло ли в банкротство, понятно, что с налоговой Проблем не было, да Да, вот в мужчинах у нас 12% новичков Сфера строительства, 11% торговля По 9% общепит и пищевое производство И вот 7,5% это производство розничной продукции А по женщинам другая тенденция 20% новичков это производство различной продукции 18% медицина, 12% услуги для бизнеса и 8% образования Ну, уже можно, да, делать какие-то предварительные выводы По тем сферам, которые у нас действительно в прошлом 2023 году Как-то вот вышли на более такой заметный план Так, хорошо До какого момента будет продолжаться выставление... Экспертами Да, работа экспертная Ну, я думаю, что мы очень постараемся завтра к утру закончить И анкета сегодня еще в 6.30 утра Мне пришла еще очередь на анкету Ну, в общем, люди заинтересованы, люди работают, люди высылают Следующий этап, в чем будет заключаться? Многие уже, мы знаем, ждут народного голосования, да? Можем уже к этому переходить, сейчас анонсировать? Да, как раз следующий этап это народное голосование Их также будет два То есть это будет экспертное голосование и это будет народное голосование То есть если, допустим, экспертное голосование для понимания первой этапы Мы направляли анкеты руководителям фракций, руководителям рекотделений А сейчас мы уже направим их депутатам ЗАГС собрания, депутатам Кировской гордумы То есть они могут проголосовать в экспертном голосовании Но, как правило, многие из них голосуют параллельно Не параллельно, а голосуют в народном Поэтому, ну, так да То есть это не возбраняется это, да? Получается и по той линии, и по этой линии тоже, да? Нет, просто говорят, что если просим в экспертное голосование Поэтому мы хотим экспертов немножечко побыстрее Пораньше запустить, взять какое-то время Чтобы до них дошли анкеты, и они услышали, что голосуют в экспертном голосовании И после этого запускать массовое народное голосование А массовое народное голосование, в нем могут принимать участие вообще все желающие Единственное, там обговариваем определенные условия Что нельзя, допустим, выбрать одного человека Вообще из всего списка Понятно, что если один человек, да, были такие случаи Когда просто выбирает одну галочку Предположим, предприниматель такой-то Либо депутат такой-то, либо чиновник такой-то Но, насколько я помню, вы там предупреждаете в шапке, да? Нет, предупреждаем Выбираете несколько фамилий Сейчас еще поярче постараемся об этом предупредить Также смотрим по корпоративному голосованию А в народном голосовании есть фамилии на выбор, или их нужно самим ввести? Нет, это как раз этап попроще Первый этап, эксперты сами говорят, что он очень сложный Я их понимаю, потому что говорят, что голову ломаем Кого же вписать именно, да? Кого вписать, это действительно сложно Есть некоторые анкеты, которые приходили Ну, откроют и понимают, что там надо вписывать фамилии Номинаций немало По каждой надо думать, кто у нас крупный предприниматель Кто у нас в сфере общепита Кто в сфере частной медицины Это же... Я предупреждаю, в принципе, всех, что Если вы не знаете по какой-то номинации, вы не вписываете Поэтому по каким знаете... Много нюансов наваливается Личные какие-то там отношения Самое-то главное, что очень ответственно Все очень... Я знаю, что, допустим, в одном бизнес-объединении Четыре человека думали Дополняли друг друга и отправили Коллективную анкету Потому что один отвечает за одно направление Другой за другое Контактирует с разными сферами предпринимательства И коллективную анкету нам вот такую направили Я знаю, что очень ответственно к этому подходили Так, тогда такой момент Для народного голосования выбираются фамилии, которые были предложены экспертами Да, да, то есть мы сейчас доформируем анкеты Второй этап, это уже проще Нужно открыть, нужно посмотреть из списка в каждой номинации Выбрать, кого считаете Достаточно неплохо поработал в прошлом году Если там представитель власти, то действительно это человек, который на своем месте находится И там уже надо просто выбрать, поставить галочки Напомним, не надо расписывать, почему я так считаю Просто нужно выбрать Это даже интересно самим респондентам, потому что там можно увидеть очень много фамилий И удивиться, что оказывается у нас столько появилось, даже новых брендов каких-то А поясняйте вообще, рейтинг влияния Что за рейтинг влияния? Влияние на кого? Влияние на что? На людей, на жизни На что они должны повлиять эти люди, которые предлагают поставить галочки? Каким-то субъективным ощущением того, кто будет голосовать потом Это мы приписываем, естественно, в анкете Кто это? То есть это люди, которые непосредственно влияют на принятие управленческих решений Будь то на предприятиях на какой-то, будь то в отдельной сфере бизнеса, будь то в регионе Понятно, что мы всегда говорим, что можете сюда вписывайте все серых кардиналов Которые люди не в публичном пространстве не фигурируют, но они точно отвечают за определенное направление И неформальные руководители чего-либо Но в основном, конечно, у нас в рейтинг попадают все-таки публичные люди Рейтинг влияния И там интересно то, допустим, тот момент сейчас буквально смотрела В рейтинг влияния могут попасть люди, которые попали и в чиновник года, и в финансист года У нас, допустим, Лариса Маковеева попала в рейтинг влияния, министр финансов Она попала в чиновник года И, кстати, я полностью поддерживаю это И попала в финансист года И это вот единственная рубрика финансист года У нас всегда самая проблемная с точки зрения сбора фамилий Фамилии там одни и те же Вот в этом году появилось, по-моему, всего три новых И вот мы сейчас думаем Их не так много, по-моему, там номинантов 19 вписано Ну, это не много Ну, начиная от головы руководителя отделения Центробанка И заканчивая, допустим, руководителя аудиторской компании Разные По масштабу разные И мы вот не знаем, что мы сейчас будем думать Что сделать с этой рубрикой Чтобы было интересно, понятно И фамилии все-таки новые появились Да, и чтобы максимально объективно Да, собственно, да, эту картину-то отразить Так, вопрос Желающие приобщиться к народному голосованию Поучаствовать когда, где, что Куда нужно будет заходить Ну, мы проанонсируем на наших всех ресурсах Я думаю, что... Сайт БН Киров Да А сколько? Сообщество ВКонтакте Телеграм-канал Вы будете, да Публиковать Я думаю, что вы поддержите Да, конечно Сколько большинность Обычно вообще в народном голосовании Принимает участие людей? В прошлом году около 7 тысяч приняло Да, у меня почему-то 8 тысяч запомнилось Цифр по прошлому году Очень много репостов делали Не просто даже участники голосования Там, друзья, коллеги, знакомые Моя знакомая Ну, номинирована Туда-то, туда-то Тоже репостят Даже какие-то, ну, допустим А может быть, вот руководители За себя в народном голосовании Голосуют? Ну, руководители, как правило, отдают это Да, понятно, шучу Ну, я почему этот рейтинг я не открыла Я его просто помнила, что, по-моему Прошлогодний рейтинг влияния Да, прошлогодний рейтинг влияния Потому что мне помнилось, что кто-то там Из людей очень сильно разнились позиции В рейтинге экспертов И в народном голосовании Нашла я этого человека Это Мария Бутина Которая, по мнению экспертов На 8-м месте она А в народном голосовании на 3-м На 3-м, да, я помню Да, вот такие вот Обычно, по-моему, не сильно Вот расходятся как-то Вот с этой личностью Достаточно большой Большая такая вилка Получилась международным Экспертным голосованием Итак, напоминаем Народное голосование Будет объявлено Заявлено вот-вот И, видимо, весь январь Она продлится До 22 января В январе Потому что в прошлом году Мы примерно где-то В начале февраля Уже подводили итоги Если не ошибались Как вообще подведение итогов будет? Будет ли это только Публикация в бизнес-новостях Ну и на портале, соответственно Либо будет еще Что-то Какое-то мероприятие Не знаю Что-нибудь такое По мероприятию не думали? Ну, в любом случае Будет отдельный номер, да? Естественно Отдельный номер Он выйдет из печати 28 января То есть 25-го Мы берем 3 дня Для лерски Для подготовки А людям как-то Сообщаете о том Что они вошли в рейтинг Или вот они уже сами Для них газеты выходят? Они сами узнают Сюрприз, сюрприз Да Ну и вопрос Который мы, Анастасия Традиционно задаем Потому что Ну, с годами Рейтинг Людей, бренды От бизнес-новостей Приобрел, на мой взгляд Очень существенное значение И существенную роль Есть ли попытки Каким-то образом Повлиять На расстановку позиций В рейтинге Или все уже привыкли Что Только голосование Как наш редактор Анна Лапшина Перед началом эфира Сказала Что, может быть Возникают ситуации Когда люди Какими-то, не знаю Презентами Пытаются выкупить Более к себе Такое лояльное отношение Ну, все знают Что это рейтинг Поэтому и называться Независимый Он точно Там ни одно место Не покупается Вот это я Просто говорю Что там ни одно место Не покупается Даже не знаю Какие деньги бы принесли Мы бы их Там для понимания Что больше половины людей Которые попадают в рейтинг Это не наши рекламодатели Это не наши партнеры У нас просто задача Мы их вообще не знаем Да? Нет Ну, понятно Что где-то слышали И сейчас узнаем Когда находим информацию У нас просто задача Максимально поддержать Наших местных предпринимателей Вывести в публичное пространство Как можно больше новых лиц Таких активных Вот действительно Компаний Которых нужно поддержать Может быть Как раз это поддержка Которые, возможно Незаслуженно находятся в тени Но хотелось бы Чтобы о них больше было известно Да? Ну, естественно Мы по некоторым позициям Когда опубликуем Итоги рейтинга Спрашиваем Можно ли опубликовать И вас И предположим Сейчас Сейчас вот у нас есть Новая рубрика Появилась Рубрика Она в ней Рейтинга Это экспортер года Мы спросили информацию У регионального центра экспорта Экспорта нашего Кировского Да, да Мы хотели поддержать экспортеров Но не знали как Голосовать Не всех компаний знает Поэтому мы попросили Нам предоставить Информацию готовую Кто по итогам Были самыми крупными Экспортерами Ну, там именно Будет малый и средний бизнес Представители малого Среднего бизнеса Одному позвонили Мы уточняли Фамилии Должности Вот он сказал Я, говорит Пока, наверное Не готов выходить Ну, стесняется Пока Я, говорит Пока не готов Скромно Есть у нас Минутка буквально У нас даже А следите потом За теми Кто вот новички Да, особенно Малый и средний Бизнес Вот они у вас В рейтинге появились Дальнейшая их судьба Да, становятся Они, я не знаю Там более Придает ли это им сил Да Вот Тот факт Что они засветились В этом рейтинге На их авторитет На их имя Работают Или вы потом Начинаете к ним Обращаться уже Как к экспертам Мы за комментарием Ко многим Обращаемся за комментарием И многих Я не знаю Мне кажется Многих узнают Как раз через Вот и не только Через рейтинги И через публикации Мы очень многих Стартапов Вывели в публичное Пространство И которое Сейчас достаточно Известно Это прямо у нас Радость исчезла В общем еще раз Обращаем внимание На важность Работы наших коллег Бизнес новости в Кирове И портал bnkirov.ru 16 плюс Возрастное ограничение И возрастное ограничение У рейтинга тоже Соответственно будет 16 плюс Важно об этом сказать Для контролирующих органов Так что с нетерпением Ждем результатов Очередной работы И безусловно Мы их в нашем прямом эфире Еще и осветим Так что не прощаемся сегодня Просто берем небольшую паузу На несколько недель И обязательно еще встретимся Благодарим нашу коллегу Анастасия Белова Сейчас у нас реклама И еще одна тема На конец второго часа Буквально 8 минут у нас есть Для продолжения программы Дневной разворот Напоминаем, что сегодня 11 января Уж немножко запутался Четверг, да, у нас? Да День недели Я думаю, сейчас Многие, придя на работу После продолжительных Новогодних каникул Делятся друг с другом Впечатлениями Как они новогодние каникулы провели Возможно, куда съездили Ну и мы прекрасно помним Что год для Кирова юбилейный 650 лет Мы надеемся на то, что Большое количество Гостей из других регионов Из других городов К нам приедут На праздничные мероприятия Собственно, в чем планы заключаются Как мы будем людей-то привлекать В этом году Об этом мы сейчас будем говорить Руслан Мамедов с нами на связи Руководитель Центра развития Туризма Кировской области Руслан, добрый день Алло-алло Руслан Руслан, мы в эфире Мы в прямом эфире Как обычно Приветствуем Добрый день Привет, мои дорогие друзья Привет, радиослушатели Наступившим Новым Годом Ой, вас тоже С юбилейным Новым Годом С юбилейным тут надо Да, обязательно В чем Да, в чем суть работы Сейчас заключается Центр развития туризма Кировской области С каким настроением Взялись уже там Завожжи Приступили, да Какие планы Чего хотите добиться В ближайшее время Вот у нас есть Буквально 5-7 минут Для того, чтобы Прямо сейчас у меня застали Я как раз еду на совещание Очередное к нам В правительство Вот первое совещание Будет как раз По 650-летию И по новогодней столице Вы знаете, что в этом году Мы не только празднуем Юбилей города Еще и наш город Буквально недавно Признан новогодней столицей России, правда? Да, да Слышали об этом? Конечно, да И с этим у нас, конечно Очень много вопросов возникает О том, как принять гостей Что им показать Чтобы у них было комфортно Весело, хорошо Я думаю, что Постараемся все эти вопросы решить Хоть и не просто на самом деле Одним из проектов флагманских Будет являться Проект Александра Валентиновича Соколова Называется «Город добрых соседей» Вы знаете, что есть такой грант У нас уже второй Грант, который помогает Инициативным гражданам Скажем так В год юбилейный Себя показать и проявить Но точно так же Одноименно называется И вот фестиваль Когда к нам приедут Девять субъектов Девять регионов Уже рассылаются Все пригласительные С которыми граничит Кировская область Нам надо всех Их как-то радовать Веселить И чтобы у них На сердце всегда осталось Давайте напомним Руслан, когда к нам Первые гости-то приедут Весной? Первые гости начнут приезжать Уже в июне Потому что у нас Три мощных мероприятия Это 12 июня В день города И в день независимости России Будет большой праздник С приездом артистов Даже, между прочим Звезд наших Затем будет Молодежный праздник В день молодежи И будет Финальный праздник 21 сентября Это день пресвятой Боргородицы И как бы В таких Исторических Аналогах Как говорится Это день Связан с первым Упоминанием О вселении Кульчино О Вяческой земле Это было 16 сентября По разным Совершенно календарям Но так или иначе От первого Определен последний Третий день Вот этого празднования Масштабного 650-летия Как мы еще В каких форматах В каких формах Собираемся доносить До жителей И других регионов Вот Информацию О нашем юбилее О том что мы есть О том что у нас Очень много всего интересного Ну понятно что Выставка Россия Сейчас происходит На ВДНХ Это как бы Один из путей Да Но вот что еще Возможно мы Какие-то буклеты Печатные материалы Будем готовить Рассылать туда-сюда Да именно Сейчас я везу с собой Кучу буклетов Обсуждаем Допечатываем Потому что Очень много Печатного издания Ушло Печатность издания Ушла именно Как раз на выставке Хочу вам сказать Что и 75 павильона Вскоре наш стенд Переедет В знаменитый Павильон Рабочей колхозницы Вот Курирует Всю эту деятельность Созданная Специально Дирекция Что-то 50-летие празднования Да Вот Мы встраиваемся В эту работу Активно И поэтому Это будут И информационные Источники Первые Интернет-порталы Всяческие Да Это в сети Это наши группы Это ВКонтакте Это Телеграм Разумеется Будет очень много Печатных Изданий Которые На благотворительной Основе Решили поддержать Я вот Например Даже знаю Что И МФЦ И квитанции И прочие Печатные Такие Нестандартные Носители Они будут Как бы Людям Напоминать О том Что у нас В 650-летие Не только Логотипом А QR-кодом И Очень будет Распространена Программа Празднования Сейчас вот Она опечатается И я думаю Что ни один Житель Нашей Кировской области Не то что Города Не останется Не проинформирован Руслан Что касается Непосредственно Центра развития Туризма Да Вот Именно у вас Какие сейчас Планы Чем будете Заниматься В ближайшие месяцы Возможно Уже есть Какие-то Масштабные проекты Которые Предстоит реализовать Да Буквально Вот сегодня Заканчивается Первая неделя Наша горячая У нас Две встречи Состоялась Вот с таким Сергеем Бисеровым Если вы знаете Проект Названием До его доверия Он принес Прям целую Хочется сказать Целую Партянку Понимаете То есть Очень плодовитая Команда Честно говоря И надо признаться Что они уже Становятся Визитной карточкой Города Кирова Со своими Этими Праздниками Которые Происходят В Порошино Это историческая Реконструкция Правильно я понимаю Да Историческая реконструкция Воевода Вятки Застава Клыновская Застава Значит Сегодня мы с ним Договорились о том Что мы будем поддерживать Всяческие Его проекты После Сергея Бисерова К нам пришел Такой знаменитый Фотограф И гид Как Евгений Карипанов Я надеюсь Вы видели в сети Восхитительные фотографии Особенно этой зимой Которые Кировской области Вятки Видели Да Конечно Вот слушайте Но я считаю Что он настоящий Певец Вятского края И вот сегодня Мы с ним тоже Заключили Пользовательское соглашение На то Что наш центр Будет использовать Его фотографии Именно в популяризации Нашей Вятской земли Вот это вот Такие текущие работы Впереди 150 лет Парку Аполл И 1 июня 2024 года В день защиты Детей Как раз Откроет Авторская выставка Евгения Карипанова Там И будут вручены Первые Свидетельства О том Что у нас Появятся в Кирове Аккредитованные гиды Аккредитованные экскурсоводы Сейчас работа По созданию комиссии Ведется Прямо буквально В онлайн режиме И я думаю Что первые Экзамены Начнутся Вот уже в феврале У нас Порядка 50 человек Я думаю Что к юбилею города Мы порядка 50 человек Аккредитуем Официально Наших гидов Экскурсоводов А кто их Руслан Будет готовить? Вот сейчас Создается Как раз Комиссия Я имею ввиду А в комиссии То есть Это уже Экскурсоводы Или это Что это за люди? Да Там во-первых Опытные будут Экскурсоводы Которые уже Получили Свидетельство Там будут Специалисты Из Нашего Вятского Государственного Университета Будут Эксперты И Комиссию Мы постараемся Создать Она публичная Конечно Будет Постараемся Создать Из Авторитетных Людей Краеведов Представителей Наших Музеев Может быть Ученых И так далее Это несложный Экзамен Будет Но так или иначе Этого требует Законодательство И мы должны Люди Гости города Да и сами Кировчане Где-то Смогут узнать Вот этот Список Официальных Людей Чтобы быть Уверенным Что человек Владеет Необходимой Информацией Подготовлен Конечно Это после того Как будут Выданы Свидетельства Эти люди Будут Видны У нас Кстати Несколько Человек Есть В частности Светлана Дождевых Один из Наших Топов И ваша коллега С которой Всегда приятно Общаться Я думаю Что и она Нам не откажет В определенной Экспертной Работе По Скажем так По выдаче Эти Своим же Будущим Коллегам Официальным Гидам Я думаю Что у вас Дотанят И людей И возможности Как это сделать Любой человек Может стать Экскурсоводом Или вы будете Ранжировать их По образованию Например Нет Не любой Это человек Должен быть Небесной Красоты Безупречной Дикции Манер Манер Он должен Говорить По французски По английски Желательно Друзья Я очень рад Что вы улыбаетесь На самом деле Но по большому счету Я ведь Обрисовал Портрет Светлана Дождевых Давайте дважды Упомянем Это должен быть Обаятельный человек В первую очередь Доброжелательный Володь Который любит Свою землю Искренне А обмануть Наших гостей Ну практически Невозможно Это как публику Обмануть Или ты говоришь Об этом дежурно Заученными фразами Или ты действительно Любишь И прославляешь Свой родной край Не правда ли Все верно Да безусловно Спасибо большое Руслан Мамедов Руководитель Центра развития туризма Кировской области Вот такая работа Предстоит В ближайшее время И Центру развития туризма Да и всем нам Да Напоминаем Что есть ресурсы В интернете Для свободного доступа Они открыты Это в первую очередь Группа Во Вконтакте 650-летие Я вот смотрю там На количество подписчиков Мне казалось бы Что в начале Юбилейного года Оно должно быть Гораздо больше Как-то Ну много раз поднимали Этот вопрос На самом деле Наверное будем поднимать Еще раз И по поводу сайта Есть группа Есть сайт 650-летие Так что информации Там выкладывается Уже вполне себе достаточно Главное найти информацию О том Что эта информация есть Вот с этим по-моему Есть небольшие проблемы На самом деле Ну мы еще раз подсказываем Куда можно собственно Обратиться К каким ресурсам На этом завершаем Сегодняшнюю программу Дневной разворот Дарья Топузлеева Владимир Сметанин До свидания Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова